Тверской государственный университет Тверской государственный университет Тверской государственный университет Тверской государственной университет Тверской государственной университет Президент Ассоциации выпускников Тверского государственного университета. У нас с вами в гостях также Ильина Татьяна Анатольевна, главной библиотекарь научной библиотеки Тверского государственного университета. И особая миссия по поручению ректора сегодня возложена на директора Института экономики и управления Тверского госуниверситета Монглашвили Давид Ильича, который частый гость наших программ. Ну вот и сегодня мы уже в таком достаточно представительном составе попытаемся разобраться и вспомнить, кто же был Павел Павлович. Ну вот в этой связи, конечно, Вера Алексеевна, хотелось бы сказать, наверное, вам несколько слов, а может быть и не несколько. Павел Павлович родился в семье участника войны 1812 года, через 4 года после того, как война закончилась. Отец его был комендантом крепости на южных рубежах России, а видимо, что образование там негде было дать. И маленького Павла привезли в Казань, где он жил долгое время в семье ректора Казанского университета Ивана Семодова. Это была необыкновенно интересная личность для того времени. Единственный ученый, астроном, который принимал участие в экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. Кругосветное путешествие для того времени на таком необустроенном маленьком судне со многими приключениями. Конечно, потом давало повод и для рассказов дядюшке. И он очень умел красиво рассказывать, особенно когда приходили коллеги, преподаватели. И для маленького Павла образ моря, мужественных людей был таким очень важным. И профессию он выбрал не военного, как было принято в семье отца, а именно моряка. И затем он переезжает в Петербург и поступает в морской кадетский корпус. И вот сохранились воспоминания тех людей, которые с ним вместе учили, что это был необыкновенно добрый, эрудированный и очень общительный человек. И он прошел морскую практику и участвовал в каких-то походах. И затем его заметили, и Круженштерн, который руководил морским корпусом, приглашает его на работу. И здесь карьера у него идет вверх. Он преподает много предметов, он занимается практикой со своими учениками, выходит в морские походы. Он женился на дочери тверского дворянина и тоже моряка, Андрея Ильича Хлебникова, который принимал участие в походе, в кругосветном походе. И попал на несколько лет в плен к японцам. Сохранилась даже японская миниатюра о том, как наши российские моряки в Японии были в плену. И казалось бы, вот все идет хорошо. Человек, карьера, любимое дело, о котором мечтал с детства. Рождаются дети, уже несколько. И вдруг серьезно заболела жена. И вот, по-моему, у него и не стоял вопрос, что главное, карьера или семья. И он переезжает в имение жены. То есть он подает в отставку в 32 года, будучи молодым. На взлете карьеры. И вот, представляете, в такую глушь. Это сейчас наша Тверская область. А когда-то это было Мышкинский уезд, Ярославской губернии. Он приезжает в имение, принадлежавшее его жене. А имение было дедушки жены Сергея Петровича Соковнина. Который когда-то нашел слово о полку Игореве и передал Мусину Пушкину. Вот разница. Иногда пишут в некоторых источниках, что в это время он жил в Калязе. А некоторые пишут, что он жил в Кашине. Сергей Петрович. Его сестра была замужем за Кашинским помещиком Иваном Васильевичем Лихачевым. Душеприказчиком генерала Ермолова. И вот он начинает обустраивать имение. Он занимается парком, занимается садом. Но самое главное... Он ведь разбил там уникальный парк, который еще до сих пор сохраняется. Он жив. Но у него еще была, видимо, любовь к подоемам. Воды-то не было. Там только маленький ручейок. Вырвал два пруда. Один большой пруд, до сих пор не заросший. И местные жители говорят, что этот пруд замощен внизу. И второй пруд он выкопал в селе Вознесенское на Ляму. Там была церковь, к сожалению. Нет, этот пруд... Вот мы съездили в прошлом году с экспедиции и видели этот пруд. И это было место его и упокоения. То есть вся оставшаяся жизнь, в общем-то, связана была именно с нашим краем. И он через некоторое время приводит в порядок Шепелин. Главное, что он понял, как заниматься сельским хозяйством. Потому что нужно было... То есть ко всему он подходил фундаментально, основательно. И вот после этого, видимо, у него оставались лишние деньги. А у жены была маленькая именица Жеребцова уже в Кашинском уезде. Это около нынешнего Славкова. И вот тогда он покупает имение Спасское. Она принадлежала князю Шаховскому. И его тоже приводят в порядок. И уже сначала там не было такой большой основы. Но опять сажает парк, сажает сад. Опять приводит землю в порядок. И учит крестьян заниматься хозяйством. Вот когда я смотрю на здание университета, я думаю, как нужно было работать, заниматься сельским хозяйством, чтобы заработать столько денег и построить это здание. Но что интересно, в Спасском он открывает училище. Некоторые сведения есть, что будто бы и в Шепелях было. Но возможно, он в какой-то начальной грамоте детей там учили крестьянских. Он открывает училище в 1858 году. То есть спустя 10 лет, как он покупает это имение. И надо сказать, что через год в Кашине открывается первое женское училище. И руководителем этого училища приезжает работать молоденькая девушка Праскоя Ивановна Чапелевская. Она получила экзамен, сдала в Твери. И вот она прекрасно знала языки. И приезжает и руководит женской школой. Я должна сказать, что вот эти два человека живут вместе. У нас пока нет сведений о них знакомствах. А сейчас мы прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами. Итак, мы снова в студии. Пожалуйста, продолжите. Так вот, Праскоя Ивановна Чапелевская пока работала начальницей Кашинского женского училища, издала учебник французского языка, который долгое время был таким одним из основных учебников для средних учебных заведений России. И Павел Павлович пытается сделать женскую школу. Он понимает, у него самого училище, и он понимает, что нужны учителя. И для маленьких детей, конечно, лучше женщины. Женского образования, как такового учительского, не было. И вот возникла такая идея, значит, сождать школу. Попытались сделать школу в Кашине на базе Сретенского монастыря, но что-то не сложилось, и через год все это закончилось. И тогда Павел Павлович приезжает в Тверь и предлагает сделать уже женское училище в Твери. А в это время Проскова Ивановна начинает в Москве и открываются первые женские курсы. А потом в 1800, в этом же 1870 году, она открывает в Москве также частное женское семинарие. Училище у нее, потом она перешла в семинарие. Причем она перед этим еще открыла три учебных заведения епархиальных, чтобы были дети, девочки, подготовленные уже для получения среднего образования. И вот пока что мы еще не нашли, я думаю, что мы с Татьяной Анатольевной поработаем и найдем, связи Павла Павловича и Чепелевских. Это очень интересная семья вместе с сестрами, которые преподают в училище, и там еще у них была частная женская гимназия. Они были, и их брат-генерал Николай Ильич Чепелевский, они были основателями исторического музея. Затем они сделали все, чтобы была выставка, и там очень много разных общественных организаций, где были и на основе одной из технических выставок технологический музей. Вот я хочу сказать, что в это время Павл Павлович попал как раз в ту, когда России требовались именно образованные учительницы. И они были первыми. А затем уже пошло по всей России, очень много открывается, но позднее, и в Сибири. Вот можно посмотреть этих женских учительских семинарий, разных учебных заведений. Они открывались по всей России, но Павл Павлович был первопроходцем. И знаете, вот теперь кажется так все хорошо, на самом-то деле ведь денег не дали, и он опять открывает на свои. За собственные деньги. Так же как Чепелевская, то есть за все надо платить, и они платили. И, конечно, нервов было много, я думаю, когда тебя не понимают, а тебе очень жалко, что в Кашине его не поняли. И надо сказать, что ведь в это время, когда Павл Павлович уже приехал, а в Кашине был дом, который принадлежал Александру Петровичу Куницыну. И есть документ о том, что в 1851 году в Кашине дом Александра Петровича Куницына, в котором живет вдова его брата Алексея, священник Алексей Куницына. То есть вы представляете, как вот в одном месте, я думаю, что они не были знакомы, но вот такое Кашин, такое место, откуда вдруг пошло женское образование. И хорошо, что вот сейчас у нас как бы проследили преемственность, как закончилась школа, и потом, значит, теперь мы уже считаем Павла Павловича основателем университета, а Чепелевской ничего нет в Москве. Вот она в 1881 году умерла, мы не можем найти портрет, мы не можем найти, где документы находятся и вообще есть ли они, кроме как масса материалов в российской библиотеке, отчетов о ее работе, когда она была. Вот поэтому очень радостно за Павла Павловича, что не только, когда у нас в музее книжку, первая книга написана еще до революции о Павловиче, я ее в витрину положила. И она как бы вот такое вот напоминание, чтобы ее не трогали. Слушай, в 1872 году, если я не ошибаюсь, получила школа имени Максимовича. Именно спустя два года после того, как открылась эта школа, она уже получила такое имя. Оценили, оценили. И до сих пор на гербе Тверского государственного университета две буквы Ш и М присутствуют. Это истоки. Вот слава богу, что все-таки Павел Павлович не забыт, его имя не забыто, его труды не забыты. Как вот, к сожалению... Давайте мы еще попробуем разобраться, что же это за личность. Насколько я знаю, еще задолго до реформы по отмене крепостного права, он занимался активно, в Твери уже находясь, да, с руководителем Тверского дворянства, вопросами как раз передачи земли и свободы крестьянам. И в 59-м году, за два года он уже эту работу закончил и активно начал работать в направлении просветительской деятельности, которой он себя посвятил уже в последующие годы. Давайте задумаемся. 1861 год. Отмена крепостного права. 1870 год. Открыта школа Максимовича. И для крестьянских девушек, так ведь? Почему именно крестьянских девушек он брал вот для того, чтобы воспитывать из них в будущем учительниц? Наверное, все-таки повлиял его жизненный опыт нахождения в Кашинской, значит, как раз земле, да, на Кашинской земле. И то, что все-таки, наверное, он понимал и опережал здесь, наверное, даже эпоху в плане, хорошо подготовленный учитель сегодня, завтра это хорошо подготовленный защитник. Наверное, так. Ну, а в этой связи все-таки, Татьяна Анатольевна, вы обладаете огромным объемом знаний. Поделитесь. Ну, я хочу сказать, что вот демократические однокленности Павла Павловича, они формировались еще в детстве. Как раз в семье Ивана Михайловича Симонова, когда собирались педагоги университета, вот эта среда, она была уже демократически направлена. И сам Иван Михайлович достаточно много делал для народа, для крестьян, вот Казанской губернии. И вот эти разговоры, в которых вращался этот мальчик, наш юный Павел, они тоже были направлены на то, как сделать так, чтобы жизнь вот простого народа была лучше. То есть вот такие народнические моменты, они формировались уже там. И действительно, когда Павел Павлович начинает заниматься хозяйством в своем Кашинском уезде, а он был человек достаточно азартный на самом деле, ему хотелось, как и сегодня это говорят, перфекционист, ему хотелось все сделать по современному, по новому слову техники. И когда он пытается это сделать, он понимает, что крестьяне не готовы к этому. То есть ему хотелось, чтобы у хозяйства было передовое вот в таком капиталистическом, скажем так, отношении. И он понимает, что их надо образовывать. Ну, а почему крестьянские девушки? Потому что именно они ближе гораздо к простому ребенку. И ведь они должны были идти в крестьянские семьи. Знали углав этой среды. Конечно, да. И более того, он говорил, что даже если девушка не получит место учительницы, она же будет матерью, она будет воспитывать своих детей, к ней можно будет приводить других детей. И таким образом образование будет распространяться по всему уезду. И вот сегодня, когда мы говорим о женском образовании, ведь для того времени это было очень революционно. Когда мы смотрим сегодня на учителей начальных классов, а именно такие девушки выходили из нашей школы, это ведь все женщины. А в то время, если и были учителя, они все-таки были. Это были мужчины, это были отставные солдаты, это были семинаристы, это были просто те люди, которые знали грамоту. И то, что сделал Павел Павлович и Проскович и Пелевская, конечно, это по тому времени было очень ново, революционно. Потому что Павел Павлович, он подчеркивал, что именно женщина, дающая жизнь ребенку, гораздо ближе к маленькому ребенку, чем мужчина. Поэтому вот такая школа должна быть женская обязательно. Ну вот что интересно, ведь не только в Твери стала известна эта школа, любопытный факт. Когда выпускниц своей школы Павлович повез в Москву, для того, чтобы посетить Третьяковскую галерею, она была на тот момент закрыта. Так вот, Павел Третьяков приехал лично сам и открыл эту галерею, для того, чтобы воспитанницы школы Максимовича могли ее посетить. Вот интересный факт, это говорит о том, что далеко за пределами Тверской губернии знали и уважали школу Максимовича. Он действительно подбирал лучших преподавателей. Это очень важно. Но в связи с этим, мы понимаем, что Тверской госуниверситет, который стал таковым в 1971 году, тогда еще Калининский государственный университет, буквально через 100 лет, 101 год, разделял школу Максимовича и уже Калининский государственный университет. А сейчас Тверской государственный университет. Давид Ильич, понятно, что те традиции, которые были заложены Пал Палчем, они наверняка свято чтутся и в сегодняшней школе, высшей, старейшем учебном заведении Верхневожья, Тверском государственном университете. Вы уже неотъемлемая частичка, вросли в него корнями. Вы руководили тогда еще факультетом экономическим. Сейчас Вы руководитель такого очень важного структурного подразделения, Институт экономики и управления. Ну вот расскажите все-таки через призму вот тех исторических событий, которые были сейчас упомянуты, что же сегодня есть Тверской госуниверситет, как несут традиции. Понятно, что было очень красивое панно открыто в стенах госуниверситета с изображением Пал Палча Максимовича, но все-таки более детально и подробно. Спасибо, Сергей Николаевич. Я с большим удовольствием принимаю участие в этой передаче. Спасибо коллегам, которые такие замечательные новости рассказали о Пале Паличе Максимовиче. И, конечно же, я очень благодарен Людве Николаевне Схаковской, которая делегировала меня, принято участие в этой передаче. Вы наверняка знаете, что текущий год, 20-й год, объявлен Тверском государственном университете годом Павла Павловича Максимовича. Мы все мероприятия, которые проводим в Тверском госуниверситете, посвящаем Павлу Павловичу Максимовичу. А их десятки, огромное количество. Мы специальную программу разработали и по этой программе мы работаем. Но что касается непосредственно университета имени Павла Павловича Максимовича, мы все, без исключения, многотысячный коллектив Тверского госуниверситета, нынешние, прошлое и будущее, будут себя олицетворять именно с Максимовичем, именно с Павлом Павловичем Максимовичем. Ибо он наш прародитель, мы ему должны поклониться по пояс, чтобы он так прозорливо, так действительно умно вложил свои деньги. Он не купил никакие материальные блага, а именно в образовании. И его имя будет светиться еще очень-очень долго. Я думаю, что это мы сделаем, и наши, кто нас заменит в университете, они об этом тоже будут помнить. Но к этому вопросу еще вернусь. Но я обязательно хочу сказать, еще продолжить, Сергей Николаевич, то, что вы начали. Давайте нарисуем психологический портрет его еще и той эпохи, когда он здесь работал, и когда все это происходило. Действительно, молодой образованный человек, как здесь было уже сказано, очень креативный мыслящий, очень активный человек. И полностью ему подходит слово предприниматель, потому что он кашины очень эффективно устроил свое хозяйство, заработал какие-то деньги, безусловно. И даже сделать то, чего не было, я имею в виду сейчас учительской школы, это тоже надо было придумать, откуда, что, каким образом. И для этого он должен по крупинкам собрать все необходимое, чтобы положить в основе этого здания. Сейчас здание имею в виду не просто университет, а именно образование. В конечном итоге он положил основу не просто высшего образования в Твери, но еще и образования, потому что эти учителя, учительницы должны были идти в народ и, соответственно, образовывать весь народ. А какая была ситуация тогда в губернии? Вы правильно сказали, что 1861 год, отмена крепостного права. Что тогда в губернии творилось? Я, наверное, трудно могу представить. Была ли тут промышленность? Было ли здесь сельское хозяйство? Безусловно, да. Что еще очевидно, это то, что когда в Тверской губернии жило более двух миллионов населения, это тоже очевидно. А что дальше? Было ли что-либо? И вот давайте здесь посмотрим, ведем в наши разговоры и других фигур, которые были вместе с Максимовичем. Тогдашний губернатор, глава города, что там происходило, какие объекты, культуры или промышленности открывались. И увидим, что железная дорога, трамвайные пути от железной дороги до центра Твери, тогда губернатором, если не ошибаюсь, был Петр Романович Багратион, 1862-1868 годы. Он же оттуда протянул город Телеграф. И Телеграф еще, кроме Твери, протянули до Старицы и до Ржева. Он построил первый газовый завод. Тогда город освещался вот этими бочками из дегтя, и газ они получали от отхода жизненной деятельности лошадей и коров. Это тогда было очень модно, и это действительно креативно. Открывались музеи, первый музей тогда был открыт, первая гимназия тогда была открыта. И многое-многое другое. Библиотека была открыта. Если так продолжим, понимаете, и получился такой бум развития, бум того, что надо было менять все, потому что так жить было невозможно, как до этого. Появляется уникальная форма самоуправления земства. И вот, соответственно, конечно же, сначала между земством и администрацией страны и, соответственно, губернами были некие, как сейчас говорят, терки, такие, знаете, шероховатостые. Кстати, губернатор подключился в этом процессе, эти вопросы убрал, и результаты сразу дали о себе знать. Там собрались действительно люди, которые хотели сделать что-то такое для своего народа и для своей страны. Потому что образованный человек, это с экономической точки зрения, если даже отбросить культуру и все остальное, это более эффективный человек. Он работает более эффективно. А когда речь идет о воспитании человека, он более культурен, он более добр, он более отзывчив, он более осознанно принимает решения. Он не просто так стихийно, а осознанно принимает решения. И он, что самое главное, является частью того общества, и, соответственно, его самосознание, дополняет самосознание всех других, и, соответственно, получается более интересным все, что вокруг происходит. И вот здесь, завершая свое выступление, я хочу обратиться ко всем, потому что я себе задавал этот вопрос очень часто. По большому счету, настоящий исконно Тверской университет, это только Тверской государственный университет. Другие университеты, институты, а их перевели сюда, эвакуировали сюда, или там что-то еще. Но истинно настоящий университет, который родился, корнями врос здесь, родился, был зачат здесь, на Тверской земле, это, конечно же, Тверской университет. И мне очень приятно, что наш университет чтит имя Павла Павловича Максимовича. Но на этом все и ограничивается. Кстати говоря, я бы хотел, чтобы город и область более широко оценили бы этого человека. Мне вот, я воспитан так, что всегда, если ты не чтешь, я перефразирую, своих предков, тогда ты чтешь других. А не лучше ли действительно чтить своих? Такая фигура, как Павел Павлович Максимович, по всей России, может быть, десяток наберется. Вы про Шереметьево тоже сказали. Причем я хочу подчеркнуть, что этот богатейший человек, известнейший человек услышал, что из Твери приехали, и он все дело отложил, пришел и открыл университет. Это как раз внимание к стране, внимание к людям. Это уровень, скажем, уже самой школы Максимовича, известность его и достойную уважение. В том числе. Так вот, я хочу продолжить, что я думаю, что таких людей, как Павел Павлович Максимович, действительно, ему надо воздать должное. Мы в долгу перед ним, вся область в долгу перед ним, весь город перед ним, ему как минимум нужен очень такой большой, мощный памятник, где-то вот в центре, возле университета, как в других городах и как в других странах. Знаете, в других странах нет ничего, и они придумывают. А у нас есть огромная масса таких людей, а мы как будто проходим мимо, не обращаем, как будто это чужой, как будто это не он, этот университет основал. И потом ученые этого университета проставили Твер и Россию во всем мире. И мне кажется, что здесь надо, в этом плане, определенным образом, изменить ценности, повернуться именно к культуре, и даже обращаться, это, наверное, не очень хорошо, но как бы подчеркиваю тот факт, что этот человек, будучи успешным предпринимателем, свои деньги не в материальные ценности заложил, а заложил еще более прочную память. Это образование, это университет. Вот его как раз будут помнить всегда. Это, конечно же, пример нынешним толстосумам, которые спешат зачастую накормить свои ненасытные утробы на миллион лет вперед. А то, что действительно делал Павел Максимович, он опережал тогда время. Это действительно было так. Я думаю, что, Валерий Ильич, у вас есть что сказать, и я вижу, что вы это уже хотите сделать. С большим удовольствием. Вот сегодня у нас идет очень заинтересованный разговор, который будет иметь продолжение. Это однозначно. Вот в работе по увековечиванию памяти Павла Павла Павловича Максимовича, как было сказано, родоначальника, возможно, такое вот слово нашего народного образования, просвещения, активно включился вновь созданный такой общественный совет, ассоциация выпускников нашего университета. Всего год мы насчитываем историю, когда на ученом совете состав ассоциации был утвержден. Но уже сделано достаточно много. Почему? Потому что тоже собрались люди, будем так говорить, инициативные, неравнодушные, и которые хотят для своей альма-матер сделать то, что она нам дала. Потому что мы должны быть, как сказал... Ну и сохранить для потомков добрую память. ...добрую память. При Течи была школа Максимовича женская. Поэтому ассоциаций сейчас достаточно, я считаю, что за прошлый год много что сделало. А что сделало? Поскольку у нас этот год юбилейный, мы готовились уже в прошлом году, как нам память Павла Павловича сохранить и отдать ему должное. Ну, прежде всего, как бы ректорат нас поддержал, мы создали такую летом студенческую научно-поисковую экспедицию. Выехали на место, в Шепели, то, о чем рассказывала сегодня здесь Вера Алексеевна. Студенты ознакомились и составили отчеты об имении дворянском. Умевшее, наверное, после Павла Павловича очень трудную судьбу. В таком достаточно глухом месте осталось оно, стоит имение. Но кого там только не было. И, соответственно, такого ухода за зданием, честно говоря, не было. И вот мы познакомились, что осталось от имения. Мы посмотрели, как были созданы парковые хозяйства, прудовые хозяйства. Вообще, действительно, это впечатляет. Мы были летом, это так красиво, так здорово. Мы посмотрели, как земельные отношения с крестьянами у него создавались. Он был прогрессивный человек, он не был консерватором. И он даже в своей личной хозяйственной деятельности проповедовал уже современные агротехнические знания. Я – крестьянство. Это очень здорово. Что еще удалось сделать? Это такая хорошая, думаю, идея. Мы уже в прошлом году стали думать над тем, как увековечить имя Павла Павловича путем установки памятника, достойного памятника для него. Значит, нас ректорат поддержал. Очень хорошо, что с нами сейчас сотрудничает известный тверской скульптор Пширатский Александр Сергеевич, который уже создал эскиз, наброски, уже модель как бы бюста. Уже как бы разговаривали мы с исполняющим обязанности ректора с Кайковской, Людмилой Николаевной, определили место, где его поставить. Остается дело за малым. Собрать деньги. Я знаю, что на сегодняшний день, ну, как бы, очень трудные времена, но я думаю, что мы найдем эти средства, мы будем обращаться к нашим людям, которые будут, наверное, сделают благородное дело, пожертвовав свои деньги на памятник Павлу Павловичу. Тем более, что мы будем обращаться и к нашим студентам, к нашим выпускникам, ко всем тем, кто хотел бы видеть имя Павла Павловича Максимовича прославленным. А это уже целая армия людей, многие из которых действительно стали весьма успешными. И я полагаю, что вот тот колоссальный труд, ту огромную лепту, которую вложил Павл Павлович, создавая школу, они не зарыты в песок, они будут все-таки в памяти потока, они будут достойно оценены. Ну, вот действительно, судьба мальчика, родившегося на Волге в Астрахани, потом жившего долго на Волге в Казани, далее в 16 лет уехавшего в морской кадетский корпус в Санкт-Петербург и в возрасте 32 года вернувшую уже в Тверскую губернию, тоже волжский город. Она очень показательна, то есть вот последние годы и, наверное, самые плодотворные годы своей жизни Павл Павлович связал именно с Тверской губернией и с городом Тверью. Безусловно, наш священный долг не забывать таких людей. Да, мы будем обращаться, конечно же, и в нашу городскую администрацию, в областную, как, может быть, помощь будет. Бога его не отпускала. И еще два мероприятия, я считаю, что таких знаковых. Мы хотим уже этой весной посадить липовую аллею из саженцев, которые мы бы выкопали с помощью наших кашинских друзей из парка Максимовича. Очень всего лично. Говорят, что можно найти еще и в том парке в Спасском, мне обещали. И это будет очень здорово, если мы в студенческом городке на Соменке, который сейчас будет развиваться активно, мы сделаем там липовую аллею имени Павла Павловича Максимовича. И еще одно такое мероприятие совместно с Метрополией мы хотим провести, это уже будет начало следующего учебного года, где-то октябрь-ноябрь этого года, мы хотим провести вечер памяти, большой, торжественный, знаковый. И дай Бог, чтобы у нас это все получилось. И вот немножко отстраняясь от вопросов вот как бы такого организационного характера, я бы хотел тоже сказать о том, что такое за явление, уже свершившееся, мы уже о нем знаем, школа Максимовича. Он был провидцем, это однозначно сегодня сказал об этом наш уважаемый коллега. Ведь вот посмотрите, он, Павел Павлович, вращался в кругу удивительных людей. Белинсгаузен, Крузенштерн. Это люди, Лазарев, которые горячо любили родину свою, которые прославляли ее военным делом, географическом деле. А Павел Павлович пошел дальше. Он правильно сделал, правильно поставил, чтобы слава и могущество России проистекало через образование. Это самое главное. Было доступно широким слоям населения, как мы понимаем, потому что он сделал акцент на то, чтобы это образование, просвещение сделать более доступным и именно народная учительница. Запомните ведь, именно такое название было изначально, школа народных учительниц. И очень такие были теплые отзывы воспитанниц этой школы о самом Павле Павловиче. Это действительно так. Я бы хотел, конечно же, отметить, что наш медиахолдинг давно и тесно взаимодействует с Тверским государственным университетом. У нас целый ряд совместных социально значимых проектов. И вот в этом благом начинании мы также будем всячески поддерживать поддерживать инициативу ассоциации выпускников, информационно подкреплять. Это, я думаю, то, что мы можем и будем делать, а совместными усилиями наша задача. Я просто благодарен, если вы нас поддержите. И действительно, это будет реальный толчок. И вот еще что-то хотелось сказать мне вот о чем. Знаете, в свое время Владимир Ильич Ленин в одной из своих работ писал о том, что вообще ужасающая неграмотность в России была. И он, отталкиваясь от цифр, которые ему были доступны, если смотреть, то детей школьного возраста было 22% в России. Это вот середка 19 века. А в школу посещали только 4%. Это в 5 раз меньше. То есть доступность образования была безграмотность была, будем так говорить. И вот представьте себе, что Павел Павлович понял, что такая задача стоит, и ее надо решать. И вот путем того, что он создал школу женскую Максимовича, что девочки Максимовки стали работать во всех 12 уездах Тверской области. Вы посмотрите, что получилось. За 20 лет, вот я приведу такие статданные, буквально за 15-20 лет положение с народным образованием стало резко меняться. Как резко? Вот приведу такую статистику, что у нас в нашей области на этот период, именно в Тверской области, мы заняли третье место после Санкт-Петербургской и Московской губерний по количеству грамотности. Это очень здорово. И еще важно, это накладывает особую ответственность на сегодняшних руководителей и города. Я еще подчеркну, что это не только это, хотя это уже много, это уже много, очень, но если мы посмотрим, это бурное развитие капитализма, конец века, это развивается производство, заводы, назовем хотя бы вагоностроительный завод. Это мощнейшие предприятия, это Морозовские мануфактуры, причем там несколько заводов было, это стекольная промышленность, которая развивалась активно в Тверской губернии. Мощный старт был в конце 19-го года. Нужны были рабочие, трудовая армия, и она была создана путем того, что максимовки, как их звали они сами себя, девочки, несли просвещение в массе, несли просвещение в массе, и в конечном итоге из этих учащихся растали грамотные поковицыные рабочие. Но даже больше того, поскольку Павел Павлович был непосредственно военным человеком, он понимал, что армия безграмотного просвещенного солдата это ничто. И вот последнее я приведу цифры такие. То есть это укрепление обороноспособности страны в том числе. что не случайно, что по данным военного ведомства рекруты из Тверской губернии в основном призывались самые сложные технические войска. А что это такое? Это морской флот, военно-морской флот и артиллерия. И если грамотность, вот еще раз это о том, что Павел Павлович сделал, если грамотность призывников в 1883 году была только 41%, то в 1904 году совсем небольшой промежуток времени был уже 86%. Вы можете представить? А назревало после себя Павлович Максимович. А ведь назревала японская война, назревала уже истопия предтечи была Первой мировой войны. И я думаю, что и даже Вторая мировая война, Великое Отечественное, вот те воспитанники школ, которые возглавляли Максимовки непосредственно девочки, кончившие училище Павла Павловича, и они себя и во Второй мировой войне в Великой Отечественной провели тоже. Вы знаете, вот как бы человек, что ни делал для общества, а если он в своей семье ничего не смог добиться, то вот резко его как бы значимость сокращается, как Карнеги всех учил, а сам как закончил. Поэтому вот что касается Павла Павловича, то у него были удивительные дети. Это очень важно. Сергей Павлович стал, он закончил уже нынешний железнодорожный институт путей сообщения, и он построил порт, соединявший Кронштадт и Петербург. Вот его второй сын, известнейший математик, кстати, большую часть работы он создал, живя в Шапелях, он был достаточно больным человеком. Вот ему помог, чтобы он стал таким великим ученым. Он похоронен в Петербурге на той части кладбища, где похоронили самых великих математиков. Сын его младшего сына, таможенника, большую часть времени тоже Павл Павлович младший в отставке прожил в Кашине. Так вот Александр Павлович был одним из последних, кто закончил морской кадетский корпус, потом стал гардемарином. Он во войну уже первую мировую войну он гонялся там на маленьком судне за самым крупным немецким кораблем, крейсером. А потом он там долго работал на Украине на разных судоремонтных работах, а потом преподавал в том морском корпусе, который стал Макаровкой. Вот да, а дочка одна из дочери вышла замуж за ученого Васильева, и там внуки такие ученые, это отдельная вообще может быть передача о внуках его дочери. Вот можно сказать ради чего он все начал. И это вот так вот. Все дети состояли. Достойными продолжателями дела отца. А сейчас мы прервемся на рекламу, оставайтесь пожалуйста сценариями. Итак, друзья, мы снова в студии. У нас буквально несколько минут в завершение программы, и я хотел бы вас попросить очень коротко всех обратиться к нашей аудитории. Довидович. Спасибо, Сергей Николаевич, спасибо. Просто замечательный разговор, здесь очень интересные люди. Из всего, что было сказано, я хочу только одну такую реплику. Смотрите, какое развитие рода. В истории этого рода можно прочитать историю страны. цена. Да, действительно, это личность. Знаете, бабушка, дед и бабка жены Максимовича из рода Соковниных. И Сергей Петрович это внук Алексея Соковнина, брата Боярине Морозовой и княгине Урусовой. Я продолжу, просто из какого рода. Но там такое еще количество Соковнины, которые там родились еще с многими людьми известными в России. То есть история рода вот через... Мы очень мало, кстати, знаем о роде самого Максимовича. А вот о роде значит уже Соковнина по линии его жены. Это очень интересно. Действительно, это великие сыны нашего Отечества. Валерий Двоевич. Если можно очень кратко. Сегодня мы говорили о личности Павловича, о том, насколько серьезно, грамотно он продумывал все вопросы с народным образованием. Но мы можем посмотреть и дальше, как выпускницы школы Максимовича воспитывали уже практически сегодняшних учителей. Я думаю, что сегодня в наших районах наше народное образование во многом, наверное, попитывается теми традициями. Дай Бог, чтобы это продолжалось долго и шло правильно, так, как Павел Павлович задумывал. Действительно подчеркивают весомость вклада Павел Павловича в развитие просвещения образования Тверской губернии. Конечно же, Татьяна, но то, что Павел Павлович великий человек, это уже, мне кажется, всем понятно. Без сомнения. Без сомнения, да. Я что хочу? Я хочу, чтобы помнили это имя. И еще немножечко хочу вернуться вот к школе, потому что мы ей тоже отмечаем, прежде всего, вот ей отмечаем 150 лет. Мы должны знать, что мы владеем таким богатством сегодня у нас в Твери, потому что ведь школа, Максимович, это же уникальное учебное заведение, которое настолько интересно, настолько творчески жило, что сегодня это может быть замечательным туристическим объектом, о котором можно говорить очень много, очень долго, потому что Павел Павлович действительно сумел привлечь в себе лучшие педагогические силы, то, что у нас здесь работал Николай Альбертович Кун начинал работать, Алексей Петрович Павлов, зачинатель науки геологии, Александр Николаевич Робер, педагог, чье имя тоже внесено в энциклопедические слова Эрбрагауза и Эфрона. То есть мы сидим на таком богатстве, которое мы должны ценить и передавать. И более того, мы можем его использовать сегодня для просвещения, для привлечения туристов, для в конечном итоге развития в целом нашего города, нашей культуры. Наша программа уже заканчивается и я что хочу сказать в заключении. Давайте мы помнить и чтить память великих людей, к которым сполна можно отнести Павла Павловича Максимовича. Насколько мы умеем чтить и знать историю, настолько можно гарантированно сказать, каким будет наше будущее. Итак, всего доброго, до новых встреч и оставайтесь с нами, друзья. Это была программа Тема дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...